В Сочи ряд предприятий успешно используют методики и бизнес-технологии от Константина Харского. К примеру, санаторий «Знания» за последние пять лет увеличивший свою выручку со 170 до 580 миллионов рублей. Стоит отметить, что Константин Харский – ведущий эксперт в России не только по вопросам клиента-ориентированности, а также по обучению персонала и руководителей всех уровней. Умеет обеспечить высокий сервис, хорошие продажи и максимальный доход для фирмы. Это будет уже 11-й визит Харского в Сочи. Где-то не хватает навыков персонала по сервису. В результате владельцы зарабатывают меньше, чем могли бы. И в бюджет города поступает денег меньше, чем могло бы поступать. На этом семинаре Константин Викторович Харский расскажет, опять же, о том, что нужно учитывать именно в этом сезоне, как строить работу с персоналом. Даже обычный средний сотрудник при правильной организации работы может обеспечивать очень высокий, очень качественный результат. Участие рекомендовано для всех сфер бизнеса. Всем, кому интересно развитие своей компании, рост доходов и увеличение загрузки в межсезонье. Это важно для отелей и мини-гостиниц, кафе и ресторанов, торговых предприятий. Первый день семинара для ведущих специалистов, начальников отделов пройдет 8 июня в отеле «Звездные». Тема – окончательный тренинг продаж. Во второй день, 9 июня, пройдет семинар создания сервисной компании «План работ на год». Данный тренинг для владельцев и директоров. Можно ли развить клиентоориентированность, как убедить сотрудников, что хорошее отношение к клиентам выгодно. Каждый получит основные рекомендации по преобразованию бизнеса. Мы научим ваших продавцов, покупателей, которые пришли в состояние окончательной готовности, не губить, а просто им продавать. По-моему, это хорошо. Может быть, в вашем бизнесе тоже 90% покупателей приходят в состояние окончательной готовности и их обламывают. Продавец или система. До встречи. Напомню, семинары Константина Харского пройдут 8 и 9 июня в отеле «Звездное начало» в 10 часов. Ольга Десятого, Инга Габеши, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.